Мне понравился еще больше расческа моей мечты. Я уже даже попробовала... О, господи! Привет, мои хорошие! С вами Селена Свой. Сегодня у нас будет фикс прайс. И фикс прайс необычный. Фикс прайс московский, можно сказать. Так как я приехала с поездки, и я не могла не зайти в московский фикс прайс, хотя бы один фикс прайс посетить, сравнить, тем более я, пока была в поездке, мне присылали новинки, новинки. Думаю, блин, вот я прям перед отъездом была в фикс прайсе. Я купила себе хорошие, конечно, классные уловы, да? Но почему все новинки как раз-таки тогда посыпались, как только я уехала? Я думаю, не буду тратить время, и заодно проверю, что там в фикс прайсе в Москве творится. И вот этот весь пакетик, он был куплен в Москве. И мне есть чем сравнить. Вот это я уже зашла после поездки в ростовский фикс прайс мой обычный. И уже посмотрела, что продается, что не продается, и что было... Молодец, что купила, и молодец, что тащила с Москвы вот этот пакет. Итак, давайте, что в Москве я купила? Первое, что я вам покажу, это коврики. Они мне понравились и хорошо, потому что я в нашем фикс прайсе, вот в котором заходила, да, возможно, в каких-то других есть, но в нашем фикс прайсе не было. Там были новые коврики, но не было таких вот расцветок. Итак, первый коврик, это вот такой вот. Вот, он по цвету мне понравился, он очень вписывается в мою ванну. И белые сердечки, белые акценты. Он небольшой, он 45 на 70, как раз-таки ножками сюда становиться. В фикс прайсе коврики мне такие нравятся. С другой стороны такая точечка здесь, ну, чтобы не скользил, да, то есть его можно легко так же будет постирать. Я взяла один такой коврик, он стоит 199 рублей. А второй коврик мне понравился еще больше, он стоит тоже 199 рублей. Он белый, и на нем вот такие красивые выпуклые ракушки или что-то. Видите? Видно вам? Вот. Тоже для ванны он побольше, он размером 80 на 50 еще идет, да. Но так как в фикс прайсе до этого я взяла уже коврики другие, которые, ну, в общем, все это стирается в машинке с легкостью, да. Но они по-разному выглядят. Ну, я не стала брать уже два, то есть, ну, один вот такой, один такой. Они мне понравились. И у нас в фикс прайсе их не было. Я этим довольна, что эти коврики я тащила, да. Сейчас здесь лежит коврик из фикс прайса предыдущий, его уже пора стирать, девочки. А сюда сейчас на замену мы померим новые. Вот такие сердечки аккуратненькие. Как он будет смотреться? По-моему, очень даже миленько. Следующий коврик, девочки, такой беленький, он чуть побольше, тоже смотрится очень хорошо, даже лучше, мне кажется. Вот насколько он меньше, смотрите, вот. Больше, точнее, насколько. Вот. Короче, два этих коврика меня полностью удовлетворяют. Дальше я взяла малому как раз-таки, я взяла ему только тёплую там кофточку, но в Москве не было на самом деле так холодно, как переживала моя мама, и сказала, тёплые вещи обязательно возьмите. Я ещё и накупила тёплые вещи, конечно, можно было не брать, но ветровочка вот такая прям нужна была, потому что ветерок был, как бы и был ветер, и было жарко. Я увидела вот такую вот кислотную, и подумала, знаете, в поездке, да я всё время куда-то от меня норовится убежать, куда-то там заглянуть. Он такой любопытный мальчик у меня. И думаю, блин, самый кайф ему вот такой вот взять, такого цвета, чтобы я его издалека могла видеть. И если вдруг чё-то, то так вот ребёнка вот такого-то видели, да он там за углом стоит, да. Просто, ну, оторви глаз, вот посмотри, допустим, там расписание, да, там поездов, и всё, ребёнок уже где-то что-то. Тут за руку надо держать, да. Поэтому на всякий случай. На 110 я взяла рост, нам хорошо подошёл производство в Кыргызстане. Там было много, кстати, там была фиолетовая, розовая, и вот такая. Я решила взять вот такую. А у нас в Ростове тоже какая-то лежала, лучше-то я не обратила внимания, не подошла, не начала смотреть, потому что что-то одно там лежало, оранжевого что ли цвета. Ну, как-то мне не понравилось. А вот в Москве я прям видела много. Может быть, оно к нам придёт ещё попозже, а может быть, оно уже и есть где-то. Ну, в общем, вот такая вот ветровочка, я бы сказала, из полиэстера. А мне приглянулось именно, вот знаете, от ветра, и чтобы ребёнка найти можно было. Дальше. Расчёска. Мне понравилось, смотрите, 99 рублей для волос. Она вот такая вот с дырками. То есть очень классно, можно будет сушить волосы. Знаете, вытягивать, потому что я когда волосы сушу, я их вот так вот вытягиваю. И если на момент нам нужно проверить эту расчёсочку, как она будет расчёсывать, не будет ли она тянуть, цеплять волосы. Блин, открыть не могу. Ну, давайте проверю. Как по ощущениям она. Сложно сказать. Всё-таки поддирает волосы мне. Вот в фикс-фрайсе у меня одна есть любимая расчёска. Я вот её люблю и кайфую от неё. Будут они там такие, я куплю ещё. Ну, это, наверное, не расчёска моей мечты. Слушайте, она ещё вот так раздвигается. Там вообще интересная, да? Но я попробую использовать её именно для того, чтобы выравнивать волосы вот так, да, феном. То есть вот так держать её и просто высушивать. Попробую. Вот такая вот. 99 рублей. Зубчики, на самом деле, они мягковаты, но вот бывает, вот не подходят моим волосам. Вот как-то дерёт. Вот как-то дерёт. Мне есть с чем сравнить, потому я говорю, дерёт. Следующее. Вот такое вот универсальное очистящее средство увидела. У нас уже тоже оно продаётся на полочках стоит. И на очиститель. Я уже даже попробовала очистить чемодан свой, когда приехала. У меня там помидоры раздавились почему-то. Ну, удобненько. Удобненько, на самом деле. Чистящее средство универсальное. Написано, что удаляет почти все загрязнения. 99 рублей стоит. Экологично написано. Не знаю, может, состав какой-то хороший. Безвредной химии. Моментальный эффект. Ну, не так, чтобы моментальный. Но есть эффект. Можно использовать без воды. Вот это очень удобно, потому что в чемодане мне неудобно было бы, знаете, сначала замылить всё это, потом мыть. Там кусочки нужно было. Я напенила. Ну, в общем, я вставлю здесь. Посмотрите. Безопасно для цветных материалов написано. Экономичный расход. Чистит кожу, замшу, резину, текстиль, пластик, дерево. В общем, кроссовки можно, сумки чистить. Всё на свете, короче, мебель. Я решила взять. Мне понравилось. Девочки, смотрите, я приехала, а у меня здесь, короче, помидор был. Он тут подавился немного. В общем, это помидорная, красная или я не знаю даже. Ну, похоже на помидор, наверное. Я думаю, чем это убирать? Ну, мы сейчас с вами будем тестить. Вот из фикс прайса я взяла пеноочиститель. Удаляет почти все загрязнения. Мы сейчас это с вами проверим. Сейчас я по инструкции сделаю всё и посмотрим. Так, наносим. Я так поняла, должна быть пена сразу. Вот так вот. Можно губкой её распределить немного. Распределяем губкой и даем время. Посмотрим, как она всё уберёт. Мелко, нос убери. Тут, кстати, написано с помощью аппликатора. Вот что-то я тут сделаю. С помощью аппликатора. Распределить пену по всей поверхности. Загрязнение участка с помощью аппликатора. А, ну, наверное, это дозатор имеется в виду, да? Вот. Подождать. Так, втереть пену в загрязнение. Участок щёткой тканью или губкой. Я читаю, короче, через видео. Это очень сложно. В общем, вот что у нас получилось с первого раза. Я просто пену смахнула, как бы, да, губкой. Ну, вот она высыхает. Не совсем идеально, конечно, всё. Но, в целом, я понимаю, что я как бы смыла верхний слой, да? Подсохнет, может, и вообще видно не будет. В общем, вот такое. Надо будет ещё на кроссовках поэкспериментировать. Дальше. Вот такая штука мне понравилась. Были розовенькие, такая голубенькая. Мне понравилась именно своей вот формой необычной. Откручивается вот здесь бутылочка такая. И всё. Можно водичку пить. Может быть, с собой даже удобнее взять, чем просто бутылку. Не знаю, короче, прикольно. Мне понравилось, и я взяла всё. Так, всё, вопросы исчерпаны все. Очки. Тын-тын-тын. Сначала я думала, что они просто прозрачные. Просто думаю, знаете, ну, как бы вам какое-нибудь умное видео вам снять. Думаю, возьму от щёчки. Я их померила, а они, оказывается, ещё делают какой-то эффект, но они мне в целом понравились. Всё голубенькое сейчас у меня такое. Ну, они грязненькие немного, ну. Как бы они солнцезащитные, но как бы они для солнца, наверное, совсем не защищают, да. А так, чтобы просто умное видео снять, ну, можно, да. Не знаю. Ну, что-то в них есть прикольно, когда я решила оставить, там, знаете, там, видео какое-нибудь снять. Очень удобно брать очёчки недорогие какие-то, например, из фикс-прайса, там, да. Потому что вот у меня сейчас вот очки валяются просто в рюкзаке моём. Просто вот так вот валяются. И мне не жалко, да, если что-то с ними там случится, я их выкину, куплю такие же новые. Именно те, которые вот таскать с собой. И бывает, если какая-то быстрая поездка, я тоже не люблю какие-то дорогие сильно вещи там брать в поездку. И вот, пожалуйста, и вам очки из фикс-прайса, там, что-нибудь сфоткаться или там срочно солнце. Но они от солнца не защищают вот эти. Просто, я не знаю, для прикола взяла. Просто мне понравились. Просто я взяла, как обычно. Так, и что ещё в Москве я взяла? Это то, что мы будем тестировать с вами на втором канале. Щётка Foreo. Это то, что у нас есть. Ну, под Foreo. Под Foreo. Я хочу её затестить, сравнить вам, сказать. Это будет на втором канале. Сказать вам, да, отзыв свой, разницу. Потому что я своей щёткой пользуюсь часто. Я уже знаю, как она работает. А здесь вот такая интересная-интересная щёточка. И мне было бы интересно её затестить. На втором канале, ссылка на мой второй канал под видео. Я взяла вот такую цветом, сиреневенькую. У меня розовенькая щёточка. 199 рублей. И вот такую штучку я не видела. Это 150 рублей. У нас в Ростове не видела, когда заходила. Может, в каких-то других магазинах. Это тоже какой-то массажёр, который... Ой, господи. Коробки ненавижу распечатывать. Когда я быстро снимала. Мне хочется... Раз, два. Открыла. Показала. Вот такой массажёрчик. Он на батареечках. Как много у меня таких массажёров. Вот так как-то выглядит. В общем, батарейки. Что он делает? Вибрирует там или что? Я не знаю. Оф-кон. Включается по кругу. И, в общем-то, вот девушка нам тут показывает. Вот примерно как-то так вот. По бедру. Или по чему-нибудь другому. Короче, управление одним касанием. О! Даже нажатие какое-то. Господи. Как-то двигается. Прикольно. Короче, будем тестить на втором канале. Тут даже написано, вибромассажёр улучшает кровообращение, оказывает расслабляющее воздействие. Тра-ля-ля. И, короче, показаны варианты, что им делать и где. Мы всё это с вами сделаем на втором канале. И посмотрим, изменится ли ощущение. Так, это то, что я купила в Москве. Всё остальное я подумала, что будет у нас. А, нет, ещё, девочки. Вот, рюкзаки. Там очень много рюкзаков пришло. В Ростове здесь не видела вот именно такой. Но видела другой. Там голубенький такой. Мьюзик написан. Они махровенькие. Классные там розовенькие, оранжевенькие, арбузик. Но мне вот этот понравился. Причём вот этот цвет понравился. Был там ещё розовый, а этот такой коричневенький, да? Я, скорее всего, просто кому-то подарю его, да? То есть я, скорее, взяла не для себя его. Но пока он полежит, я посмотрю, если я не найду его применение, то я кому-нибудь подарю. Мне понравился именно этот цвет. Коричневый, да? Как раз вот для обуви, там, сменку таскать, может быть, в школу кому-то, да? Девочкам. Либо, не знаю. Короче, пусть пока полежит. Сколько стоило? 199 рублей стоило, да? Дела просто так. Ну, вот такая я. И дальше я зашла в Ростов. В Ростов. И что я взяла в Ростове? Интересненького. Это то, что я видела в Москве и решила тоже взять. Это такие две штуки сразу в комплекте идут. Это для машины. У меня машина сейчас мамина, не тонированная. И как раз таки сзади было бы хорошо. Бывает, что на ребёнка светит там свет, да? Я у Тани увидела, у неё какие-то присоски такие висят. Я когда-то давно вешала, но я решила, что чёрные, чисто чёрные, классные, можно повесить. И на одной присоске они держатся. Вот такие две штучки. Вот. Раз, два. Вот такая дырочка здесь. Мы просовываем. Вот. А, просто на присоску присосываем, и всё. И оно вот так вот у нас, как бы тонировочка такая на машине. Это было в Москве, я увидела, просто забыла взять. И в Ростове взяла уже. Дальше. Коврик ещё один. Коврик на вход. Я всё ищу какой-нибудь коврик на вход. Мне понравился. Серый цвет. У меня сейчас ещё едет серый, такой, знаете, как стульчик, коробок для хранения. И вот, чтобы Денька садился, он тоже будет серого цвета. То есть у меня сочетание в прихожей такое белое и серое. Вот. Я подумала, надо попробовать. Вот такой вот за 77, всего лишь за 77, коврик для входа. Сейчас положу, и посмотрю, как будет смотреться. С другой стороны, он просто прорезиненный. Я думаю, что его тоже, наверное, можно будет постирать в стиралке. 40 на 60 сантиметров у него размер. Достаточно лёгенький, с таким рисунком интересным. В общем, посмотрим. Вот так вот смотрится коврик. Достаточно аккуратно. Но сюда можно даже побольше коврик. Он как-то даже маленьким каким-то смотрится. Хотя, в общем, мне нравится. Так, ещё что я купила, это я купила вот такие штучки. Не знаю, куда я их делала, куда-то подрастеряла. Я ещё раз их взяла, потому что с ними очень удобно делать маски и потом стирать эту маску. Хорошее сцепление. 55 рублей, всего лишь 3 штучки. Взяла, конечно же, батарейки. Супер, что у нас, видите, сколько всего там на батарейках. Мизинчиковые и пальчиковые. По акции алкалиновые. И я взяла чипсы. Новые чипсы. Маринованные томаты, московские картофель. И московский картофель, баварские колбаски с горчицей. Давайте попробуем вместе. И скажу. Вот этих не было маленьких. Я бы маленьких взяла, но была только большая. Мне интересно прям, как маринованные томаты выглядят. Я тут не в разрате сижу. Из гардероба решила подоставать старые. То, что у меня там было, не носила, я как-то не одевала. Вы даже, наверное, не видели. Это копчик. Так. Мне прям интересно вкус вот маринованные томаты. Отборный картофель из ГМО. Это новенькое что-то. Но, во всяком случае, я не пробовала. Вкус прям 100% вяленых томатов. Именно вяленых. Вкусненько. 1963 года. Московский картофель вкусный. А теперь вот баварские колбаски с горчицей. Мне кажется, что у них такой яркий, насыщенный вкус, ароматный. Прям кайф. Попробую. Пахнут колбасками. Вкус горчицы. Как они это делают? Кайф. Пить захотелось. Сегодня в гости может Танюша придет. Она любит чипсики. Попробует. Ну что, мои хорошие, на этом я свое видео заканчиваю. Что могу сказать? Думаю, что, ну, ничем Москва не отличается от нас. Все то же самое продается, я думаю. Но я надеюсь, что все-таки мне удалось урвать, что я не зря все это тащила в Ростов. Потому что мне неудобно было. У меня был полный чемодан и еще два пакета сверху. И один из них был фикс прайс. Вот. Ну, такая вот я. Мне, кстати, одна из моих подписчиков говорит, что она живет в Москве, и у них тоже есть фикс прайс. Я тогда мне написала, пока я ехала. И говорит, а я приезжаю обычно в Ростов, по-моему, к нам в Ростов или в Краснодар, не помню. И она набирает в фикс прайсе там и везет все это в Москву. Я говорю, а у меня наоборот получилось. Я вот в Москву и все везу к нам в Ростов. В общем, вот такие покупочки. Надеюсь, мое видео было полезным, интересным. Вы увидели, узнали покупки. Надеюсь, что-то вам удастся купить, если вы этого хотите и найдете обязательно. Пусть вам повезет. Я вас люблю. Целую. Субтитры сделал DimaTorzok